Друзья, вы будете смеяться уже с меня, но Люба опять дома не сидится. Люба находится сейчас в городочке Косинтайна. Косинтайна – это на севере провинции Аликанте. Здесь я еще не была, и пока нам нельзя выезжать за пределы провинции, я шастаю по провинции. И сейчас мы пойдем поднимемся на маленькую горку здесь. Здесь я уже вижу башня есть старинная, старая, и есть остатки замка. Он там 12 век, но перестроен был в 15-м, достроен в 15-м или 16-м веках, и с тех пор сохранился в том виде. На сегодня там находится, по-моему, администрация, ну и какое-то административное здание, сейчас посмотрим. Ну вот так, я вас приглашаю опять на прогулку со мной. И я вам хочу сказать, ребята, рядом есть маленькие, но очаровательные местечки. Рядом с тем местом, где вы живете, я уверена, есть маленькие очаровательные местечки, в которых вы еще не были. Поэтому, если вы в выходной день задумываетесь, чем бы заняться, куда бы съездить, присмотритесь к местечкам рядом с вами. И вы там найдете обязательно что-то интересное. Ну, а сегодня я вас приглашаю с тобой. Ребята, а это маленькая граната, гранатка, видите? И каждый цветочек это будет гранатка. Вот такая маленькая красота. Боже, сколько в мире прекрасного. Сколько в мире прекрасного. Так, ну, сейчас мы поднимаемся к джанту в Косинайте. А вот это вот пик Негры. Потом хочу от замка пройтись к этому пику Негры. Посмотрим, как получится. Так. Ну вот мы наконец-то дотопали до замка. В Косинтайне. Косинтайне. Скорее всего, тут башня просто осталась. Парадхи де Костель. Парадхи де Костель. И вот туда еще можно идти. Парадхи де Санта Барбара. Эрмитой и стацион де трено. Так, друзья, ну за мной Костель де Косинтайна. Косинтайна. Прям на таком отдельно стоящем полнике стоит этот замочек маленький. Он, конечно, небольшой, закрыт. Заколочено там все. Я имею в виду, решетка стоит. Были здесь сибирийские поселения сто лет назад. И потом, конечно, там он был под мусульманами. Всегда он был под мусульманами. И только там где-то, по-моему, в 1245 году король Хаймы отвоевал у арабов, отвоевал у мусульман этот замок. И потом они его еще раз отвоевали. В общем, он так переходил из рук в руки. И где-то уже после 14-го, 13-го, 14-го веков, 15-й век, когда началась эта реконкиста вся. И он уже, конечно, стал испанским, стал испанским. Ну и с тех пор, кстати, медленно, но верно, графство Косентайна приходило в допустение. И сейчас это на самом деле такой более-менее индустриальный городок. Вот здесь, если видите, индустриальное больше всего помещение. Ну и домишки есть, конечно. Около 12 тысяч человек здесь примерно проживает. Косентайна находится на севере провинции Лекан. Косентайна находится на севере. Косентайна находится на севере.